здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал белый чингисхан юрий абарин представляет значит вы думаете я вам буду об чингисхане я уже много этих роликов сделал много значит на эту тему рассказал виктор максименков значит хочу показать вам довольно такие интересный канал ребята канал юрия абарина хочу предложить вам посмотреть вот эти вот и интереснейшие ролики ребята я вам так скажу сколько я слушал всяких разных исследователей сколько смотрел вы знаете поражен как юра умеет рассказывать рассказчик он честное слово отменный очень вам рекомендую посмотреть сейчас вам покажу его ролик по поводу чингисхана вот он называется у него вот так забытая история народа чингисхана рекомендую ребята подписаться на его канал чтобы у юры появился стимул и чтобы он побольше снимал интересных роликов пока у его на канале 14 рекомендую посмотрел я чуть-чуть немного посмотрел про чингисхана посмотрел про александра македонского в сибири довольно таки интересный и он очень замечательный рассказчик так что ребята давайте заходите на канал юры и смотрите его интереснейшие ролики чтобы у него появилась цель чтобы он набрал побольше подписчиков ну и я как как смогу так ему и помогу спасибо за внимание подписывайтесь на канал юрия подписывайтесь на мой канал будем показывать вам много интересных документов до свидания смотрите пожалуйста его на и ролик забытая история народа чингисхана до свидания добрый день сегодня я не буду поднимать тему был ли татаро-монгольская ига на руси или это миф об этом и без меня много пишут и говорят и хотя тут тоже далеко не все так однозначно сегодня не об подписчики попросили меня рассказать об этническом составе так называемых татаро-монгол вторшихся в азию восточную европу и на просторы руси сегодня я буду говорить в основном о внешности и национальной принадлежности чингисхана и его войска на начало тринадцатого века почему я беру начало кампании золотой орды да все просто в самом начале завоеваний ордынская армия была практически этнически и этнически однородна и лишь после смерти чингисхана разделилась между его сыновьями внуками и ближайшими сподвижниками многочисленными завоеванными народностями средней азии но даже и в пятнадцатом веке на закате ордынской империи костяк боеспособных отрядов то есть основные силы составляли не тюркские монголоидные или азиатские народности неправду воскликнут многие возмутятся особенно те кто учились по советским учебникам и насмотрелись патриотических фильмов про монголов возмутятся еще потому что любой справочник или википедия нам ответят воины чингисхана это тюрки из степей северного китая монголоидного типа все современные учебники и книги пестрят картинками подробно изображающих татар монголов снимаются красочные фильмы про чингисхана узкие карие глаза смуглое лицо выпуклые скулы кругом одни монголы казахи вообще объявили себя потомками чингизов а как же тамерлан для одних он узбек для других казах для третьих киргиз короче азиат вроде все ясно воины чингисхана как и сам чингисхан тюрки монголоидные расы можно было бы поставить точку и разойтись если бы не множество очевидных несоответствий и откровенного вранья что не так опять возмутятся многие да абсолютно все не так как пел владимир высоцкий вдоль дороги все не так а в конце подавно не верите давайте разбираться вместе воины чингисхана тюрки монголоидного типа говорите кто же такую ересь распространяет не буду ходить вокруг да около слушайте в начале немного официальная история где кроется немало важных подсказок буду говорить очень сжато и условно оставляя только самые важные моменты в биографии чингисхана будущий чингисхан биография которого имеет множество белых пятен родился где-то на границе восточной сибири и монголии его назвали тимучином имя чингисхан он принял как обоснование титула правителя огромной империи монголов главными врагами тимучина были могущественные тартары расправившись с его отцом которым он пообещал отомстить и такая возможность ему подвернулась собрав огромную армию дзинский император северного китая решил окончательно сокрушить могучих тартар пригласив к участию в предстоящей походе тагрул хана более известного под титулом ван хан в том неравном бою тартары были разбиты вожди их были захвачены и перебиты так тимучин стал правителем тартарии а теперь самое главное по записи европейских послов побывавших в ставке великого хана именно славные тартарские войны и составляли основной костяк всего знаменитого войска чингисхана что же мы услышали в этом официальном рассказе мы услышали про тартар и ван хана теперь осталось понять как выглядели или какой расы были эти славные тартары и кто был хотя бы приблизительно по национальности знаменитый ван хан сначала обратимся к официальной истории как мы представляем сегодня ван хана фильм многие смотрели и книжки читали обыкновенный монгол но если бы все было так просто этого видео и не было а как же он выглядел на самом деле при жизни как он запомнился европейским послам и первым путешественникам средневековья а вот как как белый человек европеец смотрите средневековую миниатюру заметили разницу и так будет всегда средневековые прижизненные портреты будут кардинально отличаться от современных подделок идем дальше всемирно известный русский востоковед начала 20 века Николай Васильевич Кюнер посетивший Китай Монголию Бурятию изучавший многочисленные китайские документы писал что на территории Северного Китая современной Монголии и Бурятии примерно до середины 15 века жили исключительно европеоидные народы сами китайцы называли их динлинами монголоидные кочевые племена появились на этих территориях значительно позже и присвоили себе древнюю историю предшествующих народов так кто же такие динлины что гадать лучше об этом расскажут те кто жил в Китае и вплотную занимался этим вопросом так известный русский путешественник ученый Георов Китая 19 века Григорий Ефимович Грумг-Джимайло длительное время изучавший народы Китая и Тибета Прибайкалья и Дальнего Востока пришел к однозначному выводу динлины это не китайцы или монголы типа характеризуется следующими признаками рост выше среднего часто высокий плотное и крепкое телосложение продолговатое лицо цвет кожи белый с румянцем на щеках белокурые волосы нос выдающийся вперед прямой часто орлиной светлые глаза в основном голубые внешне динлины напоминают древних кельтов и германцев исследовав местные предания документы многочисленные древние могильники и археологические остатки современной монголии и северной китая грум жемайло заключил вся южная степная полоса вдоль современной монголии бурятия алтай и северной китая еще не так давно была заселена исключительно народами европейской белой расы еще один знаток китая архимандрит иаким в миру никита яковлевич бичурин первый русский синолог выдающийся знаток китайского языка много лет проживший в китае в девятнадцатом веке писал что динлины это высокие крепкого телосложения белокуры и голубоглазые народы европейской наружности которых в китае бурятия якутия называют ноутчи что переводится внимание русские и последнее еще в 1954 году тогдашний президент китайской академии наук Гома Джо писал о влиянии скифского искусства на древнекитайские бронзовые изделия так на всей территории современной монголии испокон веков жили злейшие враги китайского народа скифы или высокие крепкого телосложения светловолосые голубоглазые динлины вопрос исчерпан заметили видные знатоки востока единогласно утверждают что на территориях современной монголии бурятия якутия восточной сибири то есть на родине чингисхана в средние века жили исключительно европеодные народы и никакими монголоидными народностями там и не пахло не надо меня сразу объявлять русофилом за что взял за то продал в исторических вопросах я всегда стараюсь держаться нейтралитета и опираться исключительно документы и факты а не на фантазии и подтасовки идем далее в начальном походе чингисхану большую помощь оказало племя аратов через земли которых пролегал путь тартарского войска вождь аратов худугабяк еще в 1207 году объявил свою покорность чингисхану и в знак почета и подчинения послал ему в дар белого кречета давайте рассмотрим старинную гравюру и где тут монголы где узкие глаза а рисовал то почти современник тех событий тот кто еще хорошо знал как выглядели те самые монголы а вот откровенный нокаут по всей официальной монгольской истории персидский ученый 13 века Рашид Аддин как первый официальный биограф рода чингисхана в рукописи истории чингисхана пишет хотя после триумфального покорения дзинской империи а это северной провинции китай и территории современной монголии и бурятии для грандиозного похода в среднюю азию весной 1219 года чингисхан принимает принципиально решение не набирать в свою армию невежественные ненадежные и не умеющие толком воевать кочевые племена вновь завоеванных земель великий полководец слишком хорошо знает что качество важнее количество поэтому чингисхан приказывает набирать армию только из покоренных оседлых народностей Сибири так верховь иртыша он набирает целую конную армию китайцы и другие пробощённые кочевые племена составляли менее 10% от общего количества в армии чингисхана да и то выполняли в основном лишь вспомогательные функции доставка охрана продовольствия прокладку дорог и строительство переправ и так далее получается сам чингисхан признается что отсталые монголоидные кочевые народности в его армии не в почёте так как абсолютно ненадёжны и не умеют воевать осталось понять кто же это осёдлые то есть жившие в домах и ведущие хозяйства народы которые составляли основной костяк можно сказать элиту армии чингисхана главную подсказку нам опять даёт Рашид Аддин в истории чингисхана он пишет основная ударная сила армия чингисхана как и его личная охрана в тысячу человек была набрана исключительно из родственных по крови и преданных ему племён тартария а кто такие тартары прошу не путать с современными татарами это отдельная тема сейчас это два абсолютно разных понятия хорошо описывает тартарский народ все тот же средневековый ученый Рашид Аддин он пишет что еще в глубокой древности то есть в до чингизовую эпоху существовало шесть отдельных тартарских племен они часто враждовали ссорились друг с другом и долгие годы длилась война между этим племенами и происходили жестокие битвы по слову Рашид Аддин если бы при наличии их многочисленности тартары имели друг с другом единодушие а не вражду то другие народы ни одна тварь не была бы в состоянии противостоять и тем не менее при всей вражде и раздоре кое царили в их среде они уже в глубокой древности большую часть времени были покорителями и владыками большей части племен областей выдаваясь своим величием могуществом и полным почетом в подтверждение вышесказанного добавлю слова монаха Гильома де Рубрика который по поручению французского короля Людовика IX совершил путешествие в ставку хана по возвращению монах в своей книге путешествие в восточные страны 1255 года писал Чингисхан и все его начальники были из родственного тартарам племени Муал и хотя Муалы и тартары родственные племена они часто враждовали друг с другом но после прихода Чингисхана к власти в обстановке сплошных боевых успехов над внешними врагами эти народы слились в одну тартарскую нацию проникнуты национальным самосознанием и народной гордостью опять делаем промежуточный вывод Чингисхан Муал по национальности а Муалы родственники по крови тартарам получается Чингисхан как минимум близок по крови тартарам описание внешности Муалов не сохранилось зато полно информации о внешности и о расе тартарах так как же выглядел близкий Чингисхан по крови тартарский народ приготовились поехали смотреть заметили опять одни европеодные черты никаких монголов мы так и не увидели а вот как известный картограф и ученый 17 века Николас Вицет пишет о тартаре такие могучие завоеватели как Чингисхан Тамерлан и другие вышедшие из страны тартария покорили Азию от Сины до Константинополя и в 13 веке сеяли ужас по всей Европе обратимся к известным материалам к Марко Поло который подробно описывает историю своего путешествия по Азии и 17-летнее пребывание при дворе монгольского хана Хабулая Оставив в стороне вопрос достоверности этой книги мы направим свое внимание на тот факт как изображали монголов в средние века Как вы можете заметить никакого монгольского великого хана Хабулая нету наоборот он и его окружение выглядит вполне по-европейски как ни странно традиция изображать монголов и татар европеоидами людей белой рации продолжается вплоть до 19 века внимательно посмотрите на одежду правителей монголов нельзя не заметить поразительное сходство в парадное одеяние русских царей бояр да и внешне самих монголов а тут как говорится слова излишни смотрите сами имя почитавшего хана удостойно божественным почестям Гуши хан он действительно оставил глубокий след в истории Центральной Азии объединив Тибет и сделав его государством во главе с Далай-ламой и был он белым человеком с европеоидной внешностью нетрудно догадаться как его же сейчас изображают современные историки и художники плавно перейдем к Тамерлану как известный из курса ардоксальной истории Тамерлан выдающийся среднеазиатский завеватель сыгравший существенную роль в истории средней южной западной Азии Кавказа по Волжье и России как и Чингисхан Тамерлана сегодня принято изображать монголом А вот как он выглядел на самом деле смотрите как вы можете видеть из оригинальных средневеков европейских гравюр Тамерлан не был таким каким мы его привыкли видеть гравюры доказывают что Тамерлан никогда не был монголом казахом или узбеком это с современной байки наших азиатских товарищей известный арабский ученый путешественник 14 века Ибн Батута посетивший столицу Золотой Орды писал к моему большому удивлению в столице Золотой Орды Сарай-Берке проживали в основном славяне кроме того основная часть вооруженных сил Золотой Орды также составляли славянские войны идем далее давайте рассмотрим миниатюру взятия Батыем Суздаля в 1038 году в этой миниатюре изображен хан Баты в короне на белом коне который в сопровождении своей гвардии входит в город его лицо имеет чисто европейские черты опять никаких монголов нету смотрите внимательно на другой иллюстрации хан Баты представляет в качестве русского царя со своими русскими воинами так что внук Чингисхана хан Баты недалеко ушел от своего деда во внешности Хабулай хан внук Чингисхана по официальной истории должен был быть похож на монголов тем не менее Марко Пол изображает Хабулай чистым европейцем в книге о разнообразии мира есть иллюстрация где изображается приезд Марко Пола в Ставку Хабулая черты лица борода все указывает на то что мужчина перед нами европейской внешности самое главное во всех сохранившихся исторических документах Чингисхан описан как воин высокого роста с синими глазами очень белой кожей мощной рыжеватой шевелюрой и густой бородой что не соответствует признакам монголоидной но подходит под описание европейской внешности также известный историк Гумилёв в своей книге Древняя Русь и Великая Степь описывает монголов следующим образом древние монголы не похожи на современных монголов они были согласно свидетельствам летописцев и находкам фресок в Манжурии народом высокорослым бородатым светловолосым и голубоглазым давайте еще немного рассмотрим Чингисхана и тут мы видим Чингисхан вовсе не родственник чукчей мы видим его типичным славянином европейцем с густой бородой и всеми признаками белого человека но может быть это единичный случай и все остальные монголы были похожи на тех кого нам рисует современная историческая наука для проведения этого постулата приведем еще парочку самых известных монголов которые являются прямыми родственниками Чингисхана смотрите внимательно на гравире 1454 года написано Тамерлан император тартар читаем перевод но главную победу он одержал у города анкара и взял в плен турецкого султана боязида посадив его в железную клетку и заковав в наручники повсюду возил с собой в клетке боязид и умер вот изображение этого события в европейских источниках прошлого обратите внимание на то что Тамерлан тут изображен рыжим что говорит о том что он у нас следовал основные черты своего предка Чингисхана и последний гвоздь в крышку гроба поклонников фильма Чингисхан генетики из Кореи и Монголии в 2016 году провели исследование остатков людей найденных в захоронении Таванталгой Монголия известно что там захоронены остатки лиц родственных клану Борджигинов в котором которому и принадлежал Чингисхан на это указывали изображение сокла знака клана на золотых украшениях радиоуглеродная датировка могил относит их к концу 12 начала 13 веков из всего этого ученые делают вывод что исследованные ими скелеты принадлежали родственникам Чингисхана либо по мужской либо по женской линии ученые в ходе эксперимента пришли к неожиданному результату предки Чингисхана по мужской линии принадлежат гологруппе Р1Б типичный только для европейцев в западной Европе это открытие резко расходится с принятой точкой зрения о том что Чингисхан типичный азиат ученые также заявили что все предки Чингисхана тоже имеют исключительно европейские черты и не могут быть ни казахами ни монголами ни какими либо азиатами а теперь подходим к одному очень интересному моменту в испанской энциклопедии 1928 года приводится довольно обширная статья о Тартарии которая занимает около 14 страниц в этой энциклопедии пишется на территории Тартарии жили тартары кочевники грубые стойкие и сдержанные которые в древности назывались скифами а вот еще один подарок новой истории великий хам в атласе Николаса Самсона смотрите рисунок читаем перевод великий хам император Тартарии могучий суровый правитель очень богатый который продал кому-то часть Китая нация Тартар исходит от страны именуемой Великая Скифия которая некогда владела третью Азию и множеством земель в Европе включая Сарматию интересно дальше там пишется азиатская Скифия включала в себя провинции Серб а также Катай и Чагатай ныне Узбекистан также в городе Камбалу который является столицей Орды есть золотые серебряные приски добыча драгоценных камней заметьте тут прямым текстом написано что тартары ранее назывались скифами вот вам и резко пропавшие в никуда скифы которых историки с мировыми именами ищут по всему свету и не могут найти мол испарились на пустом месте но оказывается никуда не исчезали скифы как жили на своих исконных территориях так и продолжали жить скифы лишь поменяли свое название теперь они стали называться тартарами вот и вся правда и не правда что скифы исчезли в начале нашей эры чушь несу свет но несут с экрана многие уважаемые историки не изучают документы скифы как великая империя существовали и в средневековый период согласно ромейской истории Никифора Григора жившего в 14 веке скифы существовали как могучий народ как империя до появления Чингисхана византийский историк и очевидец тех событий в своей книге описывает непростые взаимоотношения великих скифов и византийского императора 13 века он пишет скифский отряд в 4000 воинов буквально охранял столицу Византии Константинополь Самое интересное армию Чингисхана вторгшуюся в Среднюю Азию и на просторы Византийской империи тот же средневековый историк называет не кем иным а скифами и лишь с 14 века название скифы постепенно вытесняется словом тартары о том что древняя скифия и есть великая тартария упоминали многие известные европейские энциклопедисты об этом упоминает историк Франсуа Петир в книге история великого Чингисхана первого императора древних моголов и тартар вот например что он пишет о происхождении Чингисхана с тех пор как несколько скифских народов которые стали подданными Тимуджина стали постепенно называться общим именем тартары это имя быстро прижилось и теперь всех скифов называют тартарами как на западе так и в южных частях Азии в 2003 году совместная российско-немецкая экспедиция проводит масштабные раскопки на территории Алтая результатом ее стало обнаружение многочисленных скифских захоронений вывод ученых однозначно скифы это народ европейской внешности смотрите сами а теперь связь скифов с тартарами и с библейским народом магог вот откуда ветер дует описывая историю великого хана марка пола пишет интересное про тартар место это зовется страной Гога и Магога с провинциями Ун и Магул в каждой провинции проживает свой народ в Ун Гог а в Маголе тартары марка пола четко дает понять что тартары родом из страны Гога и Магога вот так господа приплыли даже основоположник современной неправильной хронологии французский кардинал и историк Дионисий Петавиус который умышленно исказил мировую историю удлинив ее на несколько тысяч лет в своей знаменитой всемирной истории пишет огромная империя тартария более известная как Великая Скифия по имени из первого правителя Скифа которого сначала называли Магогус то есть Магог сын Яфета потомки которого и заселили эту страну далее он пишет что такое Катай Катай который издавна тоже назывался Скифии граничит на юге с Китаем Скифским морем на севере и лежит к востоку от тартарских провинций народы Катая и Чагатая являются самыми благородными и культурными среди тартар и любителями всевозможных искусств в Катая со столицы Камбалу или Камбалык находится множество прекрасных городов в Катайском Камбалу проживает сам Великий Хан заметьте даже автор официальной всемирной истории отождествляет скифов с тартарами которые и есть потомки библейского народа магог и четко разделяет Катай и Китай указывает что Камбалу находится именно в Катая а не в современном Китае где сейчас Пекин а то вся Википедия пестрит глупостью что Камбалу и Пекин это один и тот же город в Китае вот так господа и происходит искажение подлинной истории и напоследок десерт представляем перевод с французского языка статья Тартарии из атласа Азии 1653 года Николаса Самсона читаю дословно истинная или древняя Тартария родина Гога и Магога является самой северной частью Тартарии самый холодный самый невозделанный и самый варварский из всех тем не менее она является тем местом из которого вышли Тартары примерно в 1200 году и в которые потом были вынуждены возвратиться обратно заметили автор опять дает нам очевидный намек на библейскую историю Гога и Магога Тартары вышли в 1200 году из земель Гога и Магога навели ужас на полмира а потом были вынуждены вернуться обратно именно с 15 века Тартария как великая империя стала рассыпаться на отдельные мелкие княжества и к 16 веку окончательно потеряла свое величие а нам все сказки рассказывают многочисленные проповедники что мол земля Гога и Магога спрятана над людских глаз и простому смертному нельзя ее увидеть повторю в средние века все хорошо знали о нашествии Гога и Магога и о том где находится знаменитая стена а в 21 веке тайна покрытой мраком идем далее о правителях Великой Тартарии говорится в том же историческом атласе Шотлана где в пятом томе на девяносто четвертой странице пройдено генеалогическое дерево Чингизидов генеалогия древних императоров Тартарии потомков Чингисхана смотрите и далее до страницы 110 идет текст о ханах Тартарии начиная с Чингисхана в этом атласе ничего о монголах не говорится в этом историческом атласе четко написано что костяк армии Чингисхана состоял исключительно из тартар в этом атласе есть литография этих самых тартар смотрите внимательно ни одного монгола бурята узбека китайца или казаха обычные сибирские мужики да и женщины явно славянской наружности конечно с годами состав армии Чингисхана понемногу начинает меняться чем дальше продвигался в Азию Чингисхан тем процент азиатских войнов немного увеличился но даже в 1258 году когда тартарские войска под командованием Хулага осадили Багдад столицу современного Ирака основная армия тартар была исключительно европейской внешности из средневековых армянских источников мы можем представить кто же атаковал Багдад примерно 40 процентов армии составляли тартарские всадники еще 40 процентов это армянская союзная пехота 10 процентов легкая армянская кавалерия примерно 5 процентов грузинская пехота и лишь оставшиеся 5 процентов это были китайские специалисты по осадным орудиям и вспомогательные тюркские отряды заметили опять практически никаких монголов и казахов так что легендарный фильм в котором Чингисхан объединяет исключительно монгольские и казахские племена в непобедимую армию откровенный художественный вымысел обсуждать присутствие монголов или казахов на руси или в европе вообще нет смысла тартары Русь это большая и отдельная тема возможно придется еще несколько тем делать для понимания но сразу скажу вранья и абсурда в этих темах еще больше подвожу итог вышесказанному сам Чингисхан лично как и его орда никогда не была монгольской казахской или азиатской национальности Чингисхан все его родственники все его лучшие воины были исключительно европеоидами то есть людьми белой расы на этом я заканчиваю если вам не понравились выводы в этом видео не обессудьте претензии не ко мне а к мировой истории которую вы не знаете или не хотите знать читайте древние исторические первоисточники а не современные бульварные книжки всем спасибо следите за новым материалом на моем канале пока пока пока